Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я хотел бы поговорить на такую тему, а реально и если реально, то как стать одновременно Android и iOS разработчиком, то есть стать настоящим разработчиком мобильных приложений, который сможет писать мобильные приложения и под Android и под iOS. Я заранее знаю, что мое мнение будет непопулярным, возможно, на постсоветском пространстве, понимаю, что скорее всего будет много хейта в мою сторону, но я расскажу о том, о чем я думаю и то, что я считаю, собственно, я делаю это всегда. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это оперативно, качественно, на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать Android разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по Android разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет. Вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций или вы хотите, чтобы вас провели от уровня «ничего не понимаю» до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии Android разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении. Наверное, за последний месяц я имел несколько разговоров со специалистами, которые работают, скажем так, это и HR, это и разработчики. В основном это рынок Европы и немножко рынок США. Я общался со своими партнерами и с HR-ами других компаний и общался еще с разработчиками. Плюс я проанализировал специальный сайт по поиску работы за рубежом. И вот какую тенденцию мне рассказали, и вот какую тенденцию я, собственно, наблюдаю. Я наблюдаю, я вижу, что в связи с кризисом, который постиг, да, и, наверное, и другие сферы, но больше про сферу IT я могу говорить, то многие компании срезают бюджеты. Да, мы не говорим про крупных игроков, там все останется как ранее. Но крупные игроки, их раз-два и обчелся на рынке, и, естественно, они не могут закрыть все потребности в разработчиках, которые есть разработчики, которые хотят где-то работать. И вот эти все крупные, крупные компании, они не составляют весомую долю рынка все-таки. Все-таки есть и другие компании, которых готовы платить достаточно много мобильным разработчикам. И я вижу то, что многие компании начинают срезать бюджеты. Плюс крупные компании очень часто и хотят получить, скажем так, себе на работу опытных специалистов, которые уже могут не просто, допустим, под Android писать, но могут написать что-то и под iOS, и могут еще и научить этому более молодых своих коллег. Я вижу за границей, в Европе, в США, тренд по объединению профессий iOS и Android разработчиков. Не то, что прям объединение профессий, а некий тренд по поиску таких специалистов. Он был всегда, но сейчас он набирает какие-то большие обороты. И я вижу, что я так думаю, что через пару лет мы очень часто будем видеть такую картину, при которой знания одной платформы будет недостаточно. Это уже есть сейчас, например, в Голландии и, по-моему, в Бельгии. Я точно не помню. Сейчас такой тренд наметился. И я хотел бы сегодня поговорить о том, можно ли стать таким разработчиком и насколько сложно это сделать. Насколько сложно сделать себя таким гибридным специалистом. Ну вот смотрите, по факту давайте разберем, в чем здесь скроется вся суть. Вся суть скроется в том, что глубоко знать две платформы в одно и то же время очень сложно, а может быть даже невозможно. Поэтому я вижу такую картину, когда вы знаете глубоко одну платформу, а вторую платформу вы знаете на 70-80%. И так действовать реально. Потому что все-таки в мобильной разработке, давайте будем честны, не меняется все так стремительно, как в том же фронтенде. Поэтому, в принципе, если прямо заинтересоваться только мобильной разработкой, больше ничем в жизни не интересоваться, и постоянно учиться развиваться, можно хорошо писать по две платформы. Это реально. Какую плату вы будете нести за это? Плата, ну конечно, огромное количество времени, которое вы проведете за компьютером. И что обязательно даст влияние и на здоровье, и немножко, возможно, и на психику. И все-таки у вас не будет много свободного времени. А какое, скажем так, возмещение за это? Ну, собственно, высокий доход. Как-то так. И сейчас я хотел бы с вами поговорить, во-первых, про две платформы. Я недавно смотрел один из стримов программистов, и интересно услышал такую, скажем, услышал очень интересную позицию. Говорилось, что iOS – это полноценная операционная система, а Android – это конструктор. А Android – это конструктор. Потому что на основе Android создаются свои операционные системы, то есть, так называемые прошивки, да, на Xiaomi одно, у Huawei другое и так далее. И поэтому говорят, что Android – это очень уникальная такая система, которая по факту является конструктором, а не является полноценной операционной системой. Но это так, отвлечение. Я хотел бы вам показать сводную табличку, которую я сделал. И давайте мы пройдемся по навыкам и поймем, реально ли, реально ли быть разработчиком подобной платформы. У меня здесь сводная таблица, скажем так, навыков по Android и по iOS. Как вы видите, по iOS очень немного нужно знать, намного меньше. Поэтому я вам заранее могу сказать, что реально это сделать. Я вижу идеальный вход в профессию мобильного разработчика следующий. Начинаем с Android, годик пишем под Android и потом изучаем iOS. Это идеальная система, схема, которая будет работать. Смотрите, что, когда вы заходите в Android, вы начинаете с языка Kotlin. Очень важно здесь промчаться, прям пройтись быстренько. Потому что зависнете, потеряете мотивацию. Что я имею в виду под быстренько? Не сидеть на этом месте полгода. Ни в коем случае. Далее вы изучаете Android SDK, то есть структуру проекта, манифест, XML-верстку, работа с ресурсами, работа с вьюбайдингом, то есть как работает XML с Kotlin классами. Изучайте работу с такими классическими виджетами, как кнопка, текстовое поле, поле для ввода, информация, переключатели, чекбоксы, радиокнопки, свитчи. Ну, все понятно, да? Далее изучайте уже продвинутый виджет из библиотеки Material Design. Можете и permission захватить, которые мы используем в манифесте. Дальше изучайте компоненты Android. Это activity с фрагментами, сервисы, broadcast receiver, content provider. Неплохо изучить, как работает в фоне WorkManager. Учитесь делать свои кастом-вью, вы понимаете, должны понять, для чего нужны интенты. Изучайте вот такую вот анимацию. И самое главное, изучайте работу со списками, сложенными списками. Только RecyclerView, Nestor, RecyclerView. Неплохо бы, но не обязательно, захватить работу ViewPager, вкладок, вкладок, как работают вкладки на основе этого ViewPager. Вам нужно посмотреть, как работать с уведомлениями, как нам перерисовывать верстку при смене ориентации экрана. И, конечно, поговорить. Вы должны понимать, что такое навигация. Далее я рекомендую изучить многопоточность, основы многопоточности, как это все работает. И обязательно уделить времени к рутине. RX Java не обязательно. Дальше, конечно же, нужно поговорить про базу данных. Вы тут, там, база данных, вернее, не базы данных, а как нам хранить данные. То есть, это Sheriff Preference, то есть, хранение данных, да, SQLite. Это основная база данных, в которой мы работаем через библиотеку Room. Ну, и тут можете, ну, LifeCycle, ViewModel, можете посмотреть на LiveData. И, конечно же, должны понять, как работает база данных на сервере, посмотреть SQL, язык запросов, изучить язык запросов SQL, базу данных MySQL посмотреть, знать теорию базы данных. И, конечно же, посмотреть на работу с файловой системой на Android. Вот тут я прервусь и хочу, вы видели, сколько я вам перечислил. Уже тут не так, не мало, да, изучать. Давайте посмотрим на iOS, а потом продолжим. iOS, тут нужно изучить язык программирования Swift, изучить создание интерфейсов, визуального интерфейса с помощью библиотеки UIKit. UIKit, обязательно. Познакомиться с гайдлайном, да, то есть, в том, какие виджеты используются в iOS, скажем так, в инфраструктуре Apple, да, то есть, это как у нас в Android было. Material Design, где он у нас, вот он, Material Design. Тут точно так же, как гайдлайн, посмотреть, как создаются виджеты, создавать с помощью UIKit. Очень важно, делайте интерфейс программно, то есть, не нужно делать, ну, нужно использовать сториборды. Делайте интерфейс с кодом. SwiftUI я рекомендую, это замена UIKit. Это как в iOS и Jetpack Compose. Я заветую познакомиться с ним дополнительно, потом, когда все изучите по iOS. Собственно, я также советую делать и Jetpack Compose. Далее, конечно же, очень важно посмотреть про работу с памятью через ARC и фундаментальной основы в iOS разработке, то есть, что такое ViewController, жизненный цикл ViewController. Ну, то, что, допустим, в Android является Activity фрагментами, вот, все, что вы изучаете касательно Activity фрагментов, то же самое изучаете здесь, но уже для iOS разработки. Там, работу с NavController, как навигация происходит, ну, как передавать данные, как обрабатывать нажатие на кнопку. И все таким образом. Далее нужно, опять же, далее вы, когда это все изучите, вы изучаете работу с многопоточностью. Это там, что такое, потоги, очереди, синхронность, асинхронность, и обязательно JCD изучаете. Это как вот в Android Caroutine, и тут у нас JCD, если поверхностные Operations, можете посмотреть. Ну, вот RX Swift и Combine, если останется время, можете также посмотреть. Затем изучаете хранилище. Это CoreData, да, то есть это база данных. Тут тоже база данных на iOS используется, как и на Android SQLite, но есть родная библиотека CoreData, которой почти никто не пользуется, потому что она устарела, очень убогая. Поэтому использую сторонние решения Realme. Изучить нужно, как работать с файловой системой iOS, и что такое Keychain, и нужно понимать, что, знать хотя бы, что эта штука нужна для того, чтобы хранить какую-то конфиденциальную информацию, те же пароли. И User Default – это такой же объект, как, допустим, в Android Shared Preference для хранения какой-то, допустим, строки, какой-то небольшой информации. И для того, чтобы иметь доступ к этой информации. Это не база данных, это просто такое небольшое хранилище. Ну, смотрим. Вот здесь это нужно изучить на Android, а вот здесь вот это, вот это, и вот это нужно всего лишь изучить на iOS. То есть вы видите, насколько на iOS меньше. Поэтому не зря говорят, iOS разработка в раза три проще, чем Android разработка. Дальше нужно, допустим, идем дальше по Android. В Android изучить работу с сетями. То есть нужно изучить, как работает HTTP, DNS, REST. Это все общие темы, которые будут вам нужны на любой технологии. Неважно, под Android, под iOS. ОК HTTP нужно изучить. И Retrofit библиотеку. И по работе с изображениями. Glide, Coil можете изучить. И как распарсировать все это дело. Опять же, идем на iOS. С сетью нам нужно изучить, да. URL Sessions. Это как ОК HTTP на Android. И Alamafire. Это как библиотека Retrofit на Android. То же самое API, как парсить JSON. И то же самое общее, что там, что там. И единственное, здесь нужно изучить, чем отличается кодабл от декодабл. Но опять же, в принципе, поменьше, чем... Не намного, но все равно меньше. Далее я вам предлагаю изучить такие вещи. Такие вещи, как архитектура, архитектурные паттерны. Для Android это MVVM, MVI, MVP. И в целом, как чистую архитектуру нужно изучить. На iOS, по факту, то же самое. MVVM, но тут еще MVVM плюс C. Используется MVC, MVP плюс C, MVI. Ну, еще Viberg, чистую архитектуру. Но это относится к общим понятиям, которые можно совершенствовать годами. И что на одной технологии, что на другой, оно всегда будет. То есть, это общие. То есть, это не относится конкретно к этой категории. Тут, конечно, нужно знать нюансы построения в фрагменте проекта. Но в целом, это общие понятия, которые вы будете использовать на любой технологии. Неважно, подо что вы пишете. И если мы используем, собственно, правильную архитектуру, то, конечно, нужно научить делать инъекцию зависимостей. Я люблю использовать Coin. Но от вас будут требовать Dagger и Hilt, и Coin. Можете знать. Ну, и также Dependency Injections. Вы давайте инъекцию. Также изучайте под iOS. И остается вам изучить, как бы, скажем так, общие темы. Ну, а еще, конечно, уже у нас компост дополнительным является. Юнит тестирования, что там, что там. Здесь, конечно, единственное, еще на Android нужно изучить Gradle Android плагин. Дополнительно. И потом дополнительно изучить Java с его сборщиком мусора. А здесь мы, как дополнительные технологии, в принципе, можем остановиться и много чего дальше не изучать. Есть еще прочие технологии, которые нужно, прочие такие темы, которые нужно изучить. Это нужно изучить Solid в iOS. Вернее, в Android нужно изучить, что такое Solid, CICD, конечно же, ГИД и шифрование данных. В iOS также, смотрите, Solid, так же, что и в Android, что в iOS, и Dry Tease. Единственное, еще подход через Delegate в iOS можете изучить. Ну и, собственно, все. Вы, как видите, знать много нужно дофига. Но дофига-то дофига. Но многие темы, они очень небольшие. Да, как бы, тут больше размазано. Но из-за того, что все-таки возвращаемся к тому, к чему я говорил. То, что Android является неполноценной операционной системой. Android является конструктором, на который каждый из производителей телефонов строит свои, можно сказать, мини-операционные системы. Делает свои прошивки. И немножко Android везде разный. Из-за того, что Android, как конструктор, он дает больше свободы для творчества, больше свободы для создания какого-то, для расширения какого-то особого функционала. Так дает ту свободу, которой нет в iOS. Потому что iOS это просто операционная система. Это не как конструктор Android. Из-за того, что Android дольше будет такой open source, да, такой, и дает больше возможностей своим, скажем так, программистам, то и изучать нужно больше. В разы больше. Немало изучать, но опять же, это все очень при правильном подходе оно нормально изучается. Оно не растягивается. Но опять же, вас научит может тот человек, который через все это прошел. А я, когда начинал изучать, я оно изучал, начинал изучать и писал на джаве в первое время. Как вы видите, на iOS намного меньше. Но после Android, после Android, iOS вы будете изучать не год. Вы его выучите за один, максимум два месяца. Я вам говорю про своему опыту, потому что после Android я iOS изучил за полтора месяца, что-то такое было. Поэтому, если вы, конечно, iOS начнете, а потом пойдете на Android, то будет сложнее намного. Ну, так как Android сложнее, лучше всего начать с Android, а потом перейти на iOS. Плюс к тому, что на iOS вам нужен Android. На Android вы можете зайти и купить там на Windows себе ПК. Ну, главное, чтобы оперативка была, 6-8 ГБ оперативки. Ну, на Windows вы можете работать, недорогом. А iOS будет от вас требовать MacBook. Причем вам нужно будет установить X-код. А X-код будет требовать, чтобы ваш MacBook поддерживал самую последнюю версию операционной системы. А это у нас, сейчас я даже посмотрю, Sonoma 14.1.2. Я недавно обновлялся. И, то есть, вам нужен минимум, то есть, MacBook Air, минимум на чипе M1. Лучше, если это будет 16 ГБ оперативки. Давайте пойдем сейчас. Давайте ведем. Сколько стоит сейчас MacBook? MacBook Air M1. Давайте, 16 ГБ. Сколько он стоит? Мэ, ноутбук Air M1, 256, 8 ГБ. И на 256 жесткого диска. Ноутбук Air M1. Вот, 16 ГБ. 250. Ну, смотрите, можно за 100 тысяч взять. Я когда-то за 113 брал. У меня золотистый цвет. Ну, вот, в принципе, можете взять 99. То есть, 100 тысяч стоит, смотрите. Тут, в принципе, я вот смотрю. Видите, сплит, даже на Mac'е сплит не размещает, не распространяется программа сплит. Давайте здесь посмотрим. Там, по-моему, сплит программа есть. Кто не знает, сплит – это такая система, за которую вы этот товар можете разбить от 2, по-моему, от 1 до 12 месяцев. Там можно прокачать сплит. Но там нужен хороший аккаунт на Яндексе. Mac. Смотрите. Mac. Бук Air. Apple M1. А, 16 ГБ оперативки. Ничего не найдено. А, так, применить. Ну, смотрите, за 8, за 100. Ну, я тоже подумал, что за 16, за 16 ГБ, за сотку вряд ли. Будет, скорее всего, 120. Но, но я хотел вам показать, что нужны вложения. Вы даже без айфона можете разрабатывать. Там крутой симулятор, я вам сейчас покажу, на X-коде есть. X-код, вот он, X-код наш. Ну, какой возьмем. Ну, давайте URL Session. Вот этот вот проект мой. Учебный, старенький. Это мой проект. И смотрите, вот у нас, да, проект открыт. У меня iPhone 15 Pro установлен. И вот, просто собираете проект. Нажимаете одну кнопочку. Он по умолчанию. Тут можно другие устройства выбирать, но по умолчанию я там выбрал вот это. Сейчас ждем. Ну, по факту 6-7 секунд прошло. 8-20 секунд. Вот, как вы видите, вот нормальный эмулятор. То есть, как бы, можем крутить его как угодно. Для того, чтобы работать на iOS, да, то есть, разрабатывать мобильные приложения. Кстати, в iOS что-то прикольно, я вам сейчас покажу. Тут классная штука. Вы, зная язык из X-SWIFT, немножко потянуть некую, еще некую функцию, некие навыки. Вы, я вам покажу, под что вы еще можете разрабатывать. Вы можете разрабатывать под iOS, под MacBook, то есть, под компьютеры, под телевизоры, там, под часы. И, ну, я просто не устанавливал эти модули. Ну, естественно, все устанавливается через App Store. Тут просто вводите X-Code. Ну, вот эта программка X-Code, которую вам, кстати, обновление прислали, нужно обновиться. В общем, а регистрация, кстати, в App Store у нас идет через программку, также специально, App Developer, через приложение. И самое интересное, вы можете, вот, допустим, Google вы не можете заплатить, а в App Developer, допустим, я платил через номер МТС. То есть, можете через МТС заплатить, но, возможно, смотрите, я регистрировался здесь, когда еще не было санкций. То есть, у меня аккаунт был подключен номером МТС, когда не было санкций. Поэтому, если будет новый аккаунт, то тогда, возможно, вы не сможете заплатить с МТС, но можно попробовать. Ну, тут, как раз-таки, вопрос с санкциями очень интересный. Я в следующем видео его подниму и покажу все-таки, кто ужесточил больше, Google или Apple. И смотрите, ну, это то, что я говорил, то есть, стоит дорого, да, техника. А, допустим, давайте сейчас зайдем, зайдем, например, ноутбуки, да, вот ноутбуки нам нужны. Давайте подберем что-нибудь, нам для разработки оперативной памяти нам 8 гигабайт. Хотелось бы, процессором нам бы на i5 подойдет. Ну и все. Ну, то есть, 50 тысяч, 50, 41, 48, это не 100 с чем-то. 46, да, или что это, i5. Да, подойдет ноутбук, Huawei, за полтинник можно. И смотрите, сплит, то есть, система сплит распространяется. На майке не распространяется, потому что их не так уж и много на рынке. А вот здесь уже можно более, за более скромный бюджет и почти в два раза взять с себя ПК. Поэтому я и говорю, проще начать с Android. В iOS будет очень сильный вход, поэтому лучше всего начинать с Android. Итак, давайте ответим на наш вопрос-то. Все-таки, реально ли быть разработчиком мобильных приложений, не привязанной к платформе, и разрабатывать под Android и под iOS? Или все-таки, может, кросс-платформа? Ответ сразу, кросс-платформа нет, потому что все равно нужно будет разбираться в обоих платформах. Больше учить. А вот быть нативным разработчиком подобия платформы очень даже реально. Но это поход в долгую. То есть, нужно изучить Android. Вы видели весь этот стэк, который я вам показал. Изучить Android, годик пописать под Android очень активно. То есть, для вас, в вашей жизни, ничего для вас, кроме программирования под Android, существовать не должно. А годик попишите, приобретете себе MacBook, но собираете, может, кредит возьмете. И потом, как приобретете MacBook, изучите iOS. Годик попишите под iOS. И, я думаю, года три, и можно стать разработчиком подобия платформы. Но, опять же, это нужно любить. А как понять, вам нужно это или нет? Ну, собственно, посмотрите, чем вы чаще пользуетесь, смартфонами или ПК. Но, опять же, не показатель. Потому что я, допустим, чаще работаю на ПК. Ну, а смартфон у меня для всех других дел. Ну, и в основном планшет. И поэтому, если вам нравится что-то такое разрабатывать, типа сервисов, то, конечно же, стоит идти. Но, опять же, смотрите. Я уже говорил в одном из своих видео о том, что нужно понимать, какой путь вы выбираете. Трудоустройство, создание своих приложений или разработка на заказ. Фриланс вообще не рекомендую. Просто ужас. Там, как разложной ужас, поэтому не советую. Смотрите, если вам нравится творчество, создавать интересные приложения, создавать что-то новое, то тогда вам трудоустройство не очень понравится. Потому что там сплошное программирование. Вы за кодом не увидите результата, потому что вы не один там будете творить. А если вам нравится именно разработка, как разработка мобильных приложений, то есть прям создание что-то нового, чем будут пользоваться люди, то тогда вам исключительно нужно создавать только свои мобильные приложения. И на первых этапах позаботиться о вашем стабильном доходе, пока вы будете что-то свое делать. Потому что я очень часто вижу такую ситуацию, когда люди придут работать, их берут, они проходят собеседование, их берут, они работают нормально, но им это не нравится. Там нет места для творчества, которое им так хотелось. Потому что когда вы идете трудоустраиваться, трудоустройство это исключительно про программирование и про то, что вы будете кроме кода ничего не видеть. И то, что вы можете показать, делали не только вы. В общем, такая ситуация. Ответ на вопрос, то есть на рынке наблюдается тенденция к объединению платформ, то есть чтобы в лице разработчика, то есть компании хотят сэкономить многие, очень многие на процентов 80, и хотят в одном лице взять себе Android, iOS разработчика, чтобы он разрабатывал. И я, кстати говоря, не ожидал, что такое произойдет, потому что это против, это нелогично на самом-то деле, проще нужно разбираться лучше всего глубоко в одной платформе. Но рынок диктует другие правила, а рынок решает. И поэтому, я думаю, стоит подумать об изучении обоих платформ и о развитии себя как инженера. Потому что, имея вы знания, инженерские навыки, знания, допустим, большой кругозор, допустим, в вебе, в веб чуть фронт-энд поизучали, да, бэк-энд поизучали чуть-чуть, но снова у вас остается, основной у вас остается Android, то есть вы глубоко знаете Android, и что-то вокруг, что-то изучаете сторонние технологии. Чем больше вы такого изучаете, тем легче вам новые технологии даются, и тем лучше вы развиваете свой навык программирования и мышления программиста. Ну, реально ли быть? Реально. Но для вас это должно быть делом жизни. На этом у меня все. С вами был проект Мабу. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.